Вся жизнь происходит в семье, то есть ты живешь не своей жизнью, ты проживаешь не свою жизнь, ты живешь жизнью того человека, за которым ты ухаживаешь, за которым ты ухаживаешь. А ведь в основном же нанимают для ухода за старичками, которые уже совершенно не могут сами за собой ухаживать, которые, может быть, больны, у них дементий, старческая слабоумие, или которые плохо передвигаются, или вообще не передвигаются, которым надо и памперс поменять, и помыть, и покормить с ложечки, и вывезти на улицу погулять, и также надо самому сходить в магазин, купить продукты и приготовить на себя, если ты, например, бабушка, например, ест только протертую или дедушка пищу, а ты хочешь обычной пищи, значит, надо приготовить и на себя, и на бабушку или на дедушку, и также сделать уборку в доме, и также стирку, и также глажку, и всё. То есть ты живёшь в семье, но если я, предположим, я живу одна, это мой дом, и я, например, не хочу сегодня делать ничего, то я и не буду. Вот сегодня я обычно уборку делаю по субботам, вот я сегодня встала, сделала уборку с удовольствием, всё. Вот. Я могла её сделать и вчера, в пятницу, но вчера у меня была стирка, я решила, не буду я нагружать себя, зачем это мне надо, потому что у меня спина ведь тоже нездоровая, почему я на пенсии, потому что у меня нездоровая спина, вот. А я стирала, я три делала стирки, три делала сушки, значит, мне надо было отнести, загрузить, остановиться машина по времени, там у меня, я смотрю, ага, пойти перегрузить в сушильную машину, вот, следующую загрузить. Вот так вот я ходила туда-сюда, начиная с пяти вечера, у меня заказано было время с пяти до девяти, с пяти вечера и в полдевятого я закончила, мне надо было помыть эти обе машины, сделать влажную уборку в помещении, всё это после себя, каждый, это не только я. Я пришла на пять часов, у меня было всё чисто, всё убрано, также были протёрты машины, также было всё помыто, машины в середине, также полы были чистенькие, всё это, потому что каждый человек, у нас висит там бумага, что каждый человек должен после себя оставить машинку в нормальном виде, потому что сегодня суббота, и утром в девять утра включаются машины, и в девять утра придёт человек уже стирать. И почему он должен выгребать после меня, так скажем, мою грязь, мою пыль? Он не должен этого делать, значит, я должна сделать это сама. Ну вот это я к чему говорю? Могла вчера убирать, но решила не буду, сделаю всё в субботу. А не сделала бы сегодня, если бы не захотела, то сделала бы в понедельник, не сделала бы в понедельник, сделала бы во вторник. Ну, у меня такое чёткое распоряжение для самой себя не расслабляться, один раз в неделю делать уборку, генеральную уборку, скажем так, я делаю. А полы протираю вот здесь вот в коридорчике, вот здесь вот у меня вот кухня, вы знаете, какая у меня кухня, вот покажу вам полы, да? Вот кухня тут вот у меня, вот там вот коридорчик, вот прихожу с улицы, там могут быть камушки, могут быть и от ёлочки веточки, это я каждый день протираю. А если вы вот так вот работаете и живёте в семье, то вы постоянно находитесь в каком-то напряжении. Во-первых, потому что старый человек, во-вторых, потому что чужой язык, вот, это столько времени надо прожить, чтобы хорошо всё понимать. Я вот сейчас же, вы знаете, хожу на итальянский, учу итальянский с преподавателем, а потом ещё прихожу и дома занимаюсь с моей НАТО, я делаю домашние задания, то, что она мне по теме, то, что она мне, я же, мне очень трудно, потому что преподаватель финка, она все эти слайды ставит на экран, и там всё, значит, какая тема, и тут же объяснение всё идёт на финском. Вот, мы должны всё записать себе в тетрадку и потом как бы это всё переваривать, потом она ещё рассказывает, потом ещё может фон сделать небольшую музыкальную, тихую музыку. Я, получается, у меня идёт такое осознание расширенное, я должна сначала понять, что она говорит по-фински, потом это самое, написать то, что по-итальянски. Я не всегда всё могу уловить, не всегда, даже в большей степени я не могу уловить, поэтому я дома занимаюсь с НАТО, я ей потом показываю тему, мы с ней садимся, и мы с ней занимаемся так, как нам положено. Кто-то может спросить, а почему вы вообще с НАТО не занимаетесь? А мы так решили, что она мне оплатила этот курс, сначала я пойду к профессиональному преподавателю, а потом мы будем заниматься с ней дальше, в дальнейшем с ней или с зятем своим, ну, в общем, как мы решим. Вот такие дела. Так что вот я, наверное, и ответила на этот вопрос, где лучше жить дома, у себя на родине, то ли это Украина, то ли это Беларусь, то ли это Молдова или это Россия, без разницы, в любой из теперешних стран СНГ, вот, любую возьмите, вот, то ли же жить за границей. Так вот я вам скажу, за границей жить хорошо, если ты знаешь, куда ты приезжаешь, что ты приезжаешь и тебя, так сказать, там ждут. Вот, хотя, так, это слова, нас не ждут нигде, потому что, мне кажется, нас не любят нигде. Это, опять же, это моё личное мнение, у меня не канал культуры и не политический канал, мы не будем брать вот этих отношений, сейчас, может, Россия и Украина и всеми Америкой, там, это всё. Вот, мне кажется, что мы, мы не такие, мы просто не такие, как европейские граждане, мы просто другие. Вот такой вот ответ. Конечно, если вы вышли замуж за иностранца, приехали, там уже за вас берёт ответственность ваш муж. И, опять же, есть мужья разные. Вот, например, я, когда моя НАТО работала здесь, Найскескус, это Апельсинепу, женский центр, который, много у них там было всяких направлений. Вот НАТО моя там преподавала компьютерное дело. Вот, там были люди, которые там какие-то поделки делали, вышивки какие-то делали, язык там изучали. Вот, потом они ездили по другим странам, вот НАТО моя была в Париже, на конференции. Вот такая была организация. Это было по всей Европе. Такая организация была во всей, в каждой стране Европы. Это было настолько тогда распространённое. И приходили женщины с любыми проблемами. Вот многие женщины, вот НАТО даже знает эту девочку, вот, она сама с России, я не помню, с какого города она вышла за Фина замуж. Вот, как бы, когда встречались там, переписывались на английском, всё это хорошо. А потом, когда вышла замуж, всё, как бы, стало совершенно по-другому. И он, ну, как бы, ущемлял её во всём, не давал ей денег, даже на проездной билет она обращалась туда, в эту организацию. И многие обращались, многие туда обращались, потому что финны, я вам скажу, не такие сладкие мужчины, как все думают. Они мужчины сами себе на уме, так скажем. Финн никогда не потратит на вас лишнюю копейку. Никогда, если вы, скажем, с ним дружите, да, и он предложил вам поехать отдохнуть куда-нибудь в Испанию, это не значит, что он вам оплатит путёвку. Нет, вы должны оплатить свою путёвку, он оплатит свою путёвку. В лучшем случае он вас пару раз поведёт там, на отдыхе, в ресторан. Это в лучшем случае. А может быть, того нет. Вы пойдёте в ресторан, вы заплатите за себя, а он заплатит за себя. Вот такие финны. Но, опять же, не все. Я вам скажу, не все. Вот. Есть другие люди, так же, как, скажем, и итальянцы. Итальянцы, они все добрые, они все такие открытая душа, они подельчивые, они гостеприимные, они очень внимательные. Хотя у них нет такой внимательности, чтобы, например, подарить цветы днём рождения или подарить цветы к 8 марта. Эта майоната уже приучила Массиму, чтобы днём рождения надо дарить цветы. Он даже сюда ей присылал букеты цветов, ей приносили такие корзины большие цветов, он ей присылал. А до этого, ну, у них это просто не принято. Не принято. Так точно, как, скажем, в Финляндии, если вы зашли в транспорт, да, и видите, что сидит пол автобуса детей, а рядом стоит бабулька или дедулька, который вот такой бедненький трусится, никто не уступит места. Никто. Сколько раз так было, я сижу, понимаю, не то, что, ну, мне и стыдно, и неудобно, как вот у вас такое отношение к пожилому человеку. Я подымаюсь, вот, говорю, присаживайся, вот, она может сесть, а может сказать, нет, нет, не надо, спасибо, не надо, не надо. И так может быть. Вот страны разные, люди разные, культуры разные, и жить везде по-разному. Конечно, все вы понимаете, что и в Украине в настоящее время, и в Белоруссии, и в России жить не очень сладко, не очень сытно. Зарплаты маленькие, мы не берем Москву, опять же, и Питер, там, конечно, совсем все по-другому, это как бы другое, другое. Вот, а возьмем куда-нибудь туда, в Сибирске какой-то небольшенький городочек, там, где люди получают 5 тысяч, 7 тысяч зарплаты, и пенсионеры копейки получают, копейки получают, так же, как и в Украине. То, конечно, лучше где-то жить за границей. Ну, и опять же, я вам скажу так, за границей лучше жить, когда ты не один. Вот, когда мы жили с семьей здесь, приехали, Ната моя, Юра, я, потом Ната получила свое жилье, ушла, но мы в одном районе, в одном районе, буквально рядышком, ага, она 8 лет училась, и 8 лет она работала. Вот она бегит на работу, она убирала на Силья Лайн, это такие паромы большие, трехпалубные паромы, огромадные такие, вот, она там делала уборку, у нее утром было полтора часа и вечером полтора часа, потом она шла на занятия. Вот, и вот она, например, бегит на вечернюю работу, да, вечерняя работа в 7 вечера, то она в 5 часов ко мне забежала, поужинала и побежала, вот, вечером она уже, конечно, ко мне могла заходить, если, например, на субботу-воскресенье, что я выходная, она может зайти, а может и нет, может с девчонками там где-то встретиться, куда-то пойти, а может сразу домой, потому что и субботу, и воскресенье она всегда брала утреннюю и вечернюю смену, потому что в субботу 25% дополнительно платили, вот, а в воскресенье платили 100% доплаты, вот, вот вы пришли, полтора часа отработали утром, полтора, вечером, а получается зарплату получите как за 6 часов, то это, конечно, очень хорошо, очень хорошо, вот. В общем, вот такие дела. Работу, работу, вот начиналось мое видео с того, что можно ли найти за границей работу. Найти работу в Финляндии, да, можно, но не тем людям, не тем людям, которые приехали с Украины, это не та страна, это не Польша, где 3 копейки платят, люди, у меня ездила племянница, по 12 часов надо вкалывать на кухне, вот, за копейки, вот эти 3 месяца, извините, ну да, 3 месяца, это я люблю украинский, так я так могу вам сказать, 3 месяца, которые положено ей, ну, без виз, вот, надо отработать, и работают по 10, по 12 часов, вот, люди. То, понимаете, там и работа есть, и язык очень лёгкий, я ведь ездила на Польшу, возила товары, я знаю, какой там язык, это очень лёгкий язык, вот. В Финляндии можно приехать на летние работы, на клубнику, на сбор клубники, на сбор гороха и работать в парниках, и потом с парников высадка в грунт идёт. Но ты не приедешь просто так, ты должен по интернету найти, написать заявку, если тебя выбрали, тебе пришлют документы, которые ты должен оформить, которые ты должен потом в посольство поехать в Киев, взять себе эту рабочую визу на 3 месяца, потому что за тебя работодатель отвечает, у тебя есть медицинская страховка, вот. И если с таким человеком, не дай бог, что-то случается, ну, всё может быть, тот же аппендицит, да, или зуб у тебя разболелся, надо удалить, то у тебя есть медицинская страховка, вот. А просто так, наобум, лазаря, как вот и едут люди в Италию ухаживать за старичками, здесь такого нету. В Германию тоже ездят, у меня тоже приятельница, она ездит уже много лет, много лет, она уже не молодая девочка, но она ездит по 3 месяца, она ухаживает за еврейкой русского, которая жила у нас в Украине, еврейка. Семья выехала, вот, и они для бабушки и для своей нанимают такой вот уход. Деньги там небольшие, тоже где-то около 1000 евро, ой, ну да, 1000 евро, вот. Ну, опять же, у неё хорошая бабушка, которая ещё сама может передвигаться, которая общается нормально, адекватно, она очень довольна, она 3 месяца отработает, заработает свои деньги и уезжает на 3 месяца домой. А на это время приезжает другая женщина, которая живёт в Литве, потому что в Литве тоже зарплаты небольшие, тоже на 3 месяца, и так вот они чередуются уже много лет. Вот. Так что, смотря в какую страну вы едете, зачем вы едете, и кто вас там ждёт, и кто вам подаст руку помощи, не надо надеяться на то, что там есть подруга, которая вам поможет. Подруги, они все там останутся. Вот. Это редко, когда есть такая подруга, которая подаст вам руку помощи, разрешит вам какое-то время пожить у себя, если у неё уже есть своё жильё или хотя бы съёмное жильё. А в основном нет. Нет. Надо надеяться только на себя. Только лишь. Ну вот, давайте я на этом закончу. И ещё, наверное, расскажу о том бизнесе, которым я занималась. Так что я с вами не прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...